Детское радио представляет Сказки народов мира Истории древней оливы Итальянские сказки На обочине большой дороги, что идет вдоль берега реки Тибр, растет старое оливковое дерево Никто уже и не помнит, когда оно тут появилось Птицы лакомятся его спелыми плодами Ветер играет листвой, путники, что идут по пыльной дороге Останавливаются передохнуть в его тени И, наслаждаясь прохладой, рассказывают свои истории А старая олива слушает и запоминает Одну из этих историй о правдивом пастухе я вам сейчас и расскажу Жил-был король И был у него на службе пастух Который говорил только правду Больше всего король любил своих домашних животных Козу, свинью и корову И каждое утро спрашивал у пастуха, как у них дела Как там моя коровушка? Пятнистая и здоровая А как моя свинка? Розовая и толстая Чаще всего правитель спрашивал про козу Ведь он ее любил больше всех Как там моя козочка? Как всегда, беленькая и милая Отвечал правдивый пастух Коза по-итальянски капра А козел капроне Иногда, так же, как и по-русски, в итальянском языке слово капроне Козел может приобрести обидное звучание Однажды королевский вельможа Позавидовав, что так много почестей достается простому пастуху Затеял спор А спорим, ваше величество Сказал он королю Что сегодня вечером пастух все-таки соврет вам Спорим, согласился король Только если уж пастух скажет правду Выгоню тебя навсегда из дворца В тот же вечер вельможа рассказал о споре своей сестре Сестра вельможи надела лучшее платье Вскочила на лошадь и отправилась на горный склон Где паслись коза, корова и свинья Кто это у тебя здесь? Спросила девушка, завидев пастуха Неужели пятнистая королевская корова? Корова по-итальянски вакка или мукка Мукка чаще всего употребляется в современном итальянском языке А раньше говорили в основном вакка Особенно крестьяне Вот, например, старинная итальянская поговорка Под взглядом хозяина корова толстеет Так и есть, прекрасная синьорита Ответил пастух А это неужели королевская свинья? Вы правы Красота девушки так поразила бедного пастуха Что он едва мог поднять голову О, а это, надо полагать, козочка Та самая, что король любит больше всех на свете Так и есть Смиренно сказал пастух Ах, как долго я не ела козлиной печени Схлипнула сестра вельможи А ведь я ношу под сердцем дитя И если не съем ее, то просто умру Ну, я не могу убить Любимую козочку короля Вдохнул пастух А мы ему ничего не скажем Улыбнулась девушка Соври, что козочка сорвалась со скалы Ну, я не могу так поступить, синьора Поджал губы пастух В тот же миг девушка схватилась за живот и застонала Ой, как же мне дурно Если не съем козлиной печени, умру на месте Сжалось сердце пастуха Взглянул он в прекрасные глаза девушки Пошел и зарезал любимую козочку короля А печень пожарил Сестра вельможи наспех ее съела И тут же ускакала прочь А пастух сел на камень и зарыдал Вот так вот мучила его совесть Придется врать Вранье по-итальянски Есть замечательная итальянская поговорка У вранья короткие ноги Тем же вечером король вызвал пастуха к себе Ну, как там моя корова? Спросил он Пятнистая и здоровая Отвечал пастух А как козочка? Сорвалась А обрыв Больше пастух не смог выдавить из себя ни слова Он замолчал, а потом Рассказал королю всю правду О том, что случилось с козой И нет мне прощения В конце добавил пастух Но король, к удивлению пастуха Не огорчился этой новостью Он дал пастуху мешок золота А вельможу выгнал На все четыре стороны Повторяем Запоминаем Сегодня мы узнали несколько новых слов Коза по-итальянски капра Козел капроне У коровы в итальянском языке Целых два слова Вакка или мука Вранье по-итальянски Буджия Сказки народов мира Истории древней Оливы Итальянские сказки Продолжение следует...